Пожжнадзор на пороге. В четверг сотрудники ведомства вместе со специалистами городской администрации, полицейскими и студентами противопожарной академии посетили квартиры, жильцы которых в так называемой группе риска. Алкоголики, то есть притоны, наркопритоны, то есть алкопритоны. То есть целью профилактического осмотра помещений, в котором они проживают по этим адресам, а также доведение основных требований пожарной безопасности в летний особый противопожарный режим. На карандаше у участкового десятки нехороших квартир. Несмотря на то, что рейд проходит в рабочее время, хозяев несложно застать дома. Как правило, они не работают, ведут разгульный образ жизни. Во многих таких жилищах уже случались пожары. Постараюсь обращать внимание особое на электропроводку. Смотрю, вот и удлинителями пользуйтесь, и множеством различных электрических приборов. То есть короткого замыкания избегать, то есть видимых нарушений изоляции, то есть сразу устранять. При возникновении пожара, какой номер, по какому номеру будет звонить? Вы знаете номер телефона пожарного? Пожарного. 01. 01. А с мобильного телефона 112. Цель рейда не только напомнить правила безопасности, но и бегло осмотреть квартиры. Плохое состояние проводки, наличие неисправных электроприборов – все это причины возгорания и факторы риска. В этом жилище пожарная безопасность на три с минусом. Розетки вываливаются из стен, провода обмотаны изолентой, недалеко и до короткого замыкания. А в квартире – маленький ребенок. Родители сами должны задуматься об опасности, которая угрожает их семье, а заодно и соседям. Риск все равно остается, но вместе с тем со стороны административного органа Госпожного отзора составляются административные протоколы в отношении данных граждан, выдается предписание на устранение данных нарушений. Первостепенный фактор риска – состояние даже не квартиры, а самих жильцов. В алкогольном или наркотическом упьянении обитатели таких квартир забывают обо всех правилах безопасности. А в результате одна непотушенная сигарета может стать причиной трагедии. Если есть чего опасаться, инспекторы советуют соседям не медлить – обращаться в ПОЖНОДЗОР.